Всем привет, это подкаст UwebDesign, выпуск номер 32, сегодня 6 апреля 2015 года. Всем привет. Громкие темы у нас сегодня такие, которые мы анонсировали в прошлый раз. Поговорим про PHP 7. Поговорим про React.js и Nucleet. И посмотрим на плагин для WordPress AESOP, который там целую инфраструктуру породил. Поглотил. САС, ВССС. Это не очень громкая у нас тема. А будет громкая. Ну да, скорее всего получится громко. В общем, погнали. Наша первая тема, моя любимая лично. Я прям вот наш подкаст бы слушал только ради этой темы. Да, тема звучит так. А тема, на самом деле, тема это акция сама по себе или тема это наш любимый спонсор? Мне кажется, даже когда эта акция закончится, мы все равно будем говорить про нашего любимого спонсора, потому что он любимый. Так вот, акция звучит так. Спонсор SmartApe, а акция спешите заказать себе безлимитный хостинг, получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании. В личном кабинете в разделе товары и услуги в подразделе безлимитный хостинг нажимаем кнопку заказать, вводим наш промокод и указываем какой-нибудь период оплаты. После этого по 50% используем. Используем обязательно. Я для тех, кто настроился на нас недавно, не все выпуски еще прослушал, во-первых, прослушайте все выпуски, а во-вторых, это очень крутой и дешевый безлимитный хостинг для того, чтобы вам все попробовать. Если у вас какие-то там небольшие проекты на PHP, вам хватит вполне за глаза, поэтому я думаю для массового зрителя будет самое то. Пишите в комментариях, если вы другие какие-то хостинги используете, почему. Я не имею в виду, я там перешел вот эти истории на Amazon ESC2, у меня там супертоповое приложение, на которое я 64 ядра выделяю, раз в месяц на них обсчитываю, потом эти данные продаю. Попроще истории, пожалуйста. Да ты думаешь, наоборот будут истории? Я вот все боюсь, купить Никру или... А у Никру, кстати, есть? Я понятия не умею, не будем их рекламировать, но, наверное, у них что-то есть. Короче, Smart Tape, не сомневайтесь, не надо вам Amazon ваш, это все. Это дорого вам очень выйдет, здесь импортозамещение, поэтому Smart Tape. Ну и раз ты начал про PHP, тогда и будем с PHP. Раз-то. Так я потому и начал с PHP, что у нас на доске первое написано. Влад WebDev еще 28 марта нам предложил тему PHP 7 в этом году, со всеми вытекающими. Мне интересно, он-то предложил, потому что вот эта статья с инфографикой появилась, а вообще-то слух про PHP 7, он достаточно давно. Вообще, я видел статью с 2012 года про то, что PHP 6 не будет. То есть вот кто не знает, PHP 6 не будет именно названия PHP 6. Да, текущая версия PHP 5.6. Да, да. И пропускают мажорную версию 6 и сразу делают 7, почти как Microsoft со своей виндой. Я сейчас отклоню, то есть я не буду это постиг, я просто это сохранил нам для истории, отклоняю. Спасибо за предложенную новость и перехожу к инфографике. Да. А инфографика нам говорит о чем? Здесь приведены 5 вещей, которые вы должны знать о PHP 7. Кстати говоря про PHP 6, видишь PHP 7, тут еще сомневаются. Конечно, скорее всего будет PHP 7, но сомневаются, может быть 5.7 сделать, а может быть 7. Мы с тобой смотрели, где-то у них там голосование на закрытых ресурсах, ну на самом деле открытых, раз мы смотрели. Но там вся PHP Working Group обсуждает, нужно делать 7 или 5.7, в основном, конечно, все за обновление мажорной версии, потому что там, ну прям, такие серьезные изменения, нам Никита о них расскажет. Вот давай этот, вот этот список из пяти, он достаточно такой легенький, прям здесь легенькие вещи. Кстати, вернусь, все, что хотели на PHP 6, имплементировали в PHP 5.6, за исключением нормальной поддержки Unicode. Unicode, да. Да, ну вот так вот. Очень сильно как-то они обломались с этим Unicode. Мы где-то говорили и не нашли, где говорили. Да, мы пытались найти, где мы уже это обсуждали в подкасте и не нашли. Оставьте нам в комментариях ссылку, хоть посмотрим. Но там мы уже много раз говорили, что есть какое-то дефолтное решение для Unicode, которое давно уже написано, но оно не работает для всего подряд. То есть работа с Unicode есть, а написания кода самого PHP в Unicode нет, я вот понял примерно так. Да, то есть при желании я могу написать function привет по-русски? Вот как раз не можешь. Не могу, да, при желании? Но ты можешь хранить в строковых значениях привет. Это понятно. Ну вот пройдемся по тому, что будет вообще в PHP 7. Пять вещей, которые должны знать. Во-первых, должны знать, что PHP 7 будет уже где-то в октябре 2015. То есть через полгода. Собирается. Не дай бог Rockstar North передадут разработку. Скорее всего мы только скриншоты получим новые в октябре 2015. А саму игру сначала, сам язык перенесут сначала на март 16, а потом на апрель. Посмотрим. Это уже игра, в принципе. PHP 7 это игра. Второй вещью, которую вы должны знать, вводят новый оператор. Он называется Spaceships. Или, я не знаю, это официальный образ. Называется он, ну, Spaceship оператор, это смешно, Combined Comparison оператор. А почему смешно? Они это прямо на официальном php.net. Ну, в смысле, потому что он выглядит как... Выглядит как TIE Fighter из Звездных Войн. То есть знак меньше, равно и больше. Кто нас без видео смотрит... Слушает. Без видео смотрит. Не, без видео, может быть, кто-то нас смотрит. Но он перед этим принял что-то, и на Spaceship оператор ему, в принципе, похрен. Ну вот, да, вот этот оператор, Combined Comparison, он, видимо, очень сильно был всем нужен. Людям, которые с Ruby переходят на PHP, если есть такие. Которые переходят... Если кто-то с Ruby переходит на PHP, я бы, кроме... Не знаю, я бы таблеточку дал. Причем не потому, что PHP сильно хуже Ruby. Они, в принципе, примерно одинаковые. Просто это, ну, это некачественный шаг вперед. Это, видимо, от проекта к проекту такое может случиться. Это если тебя, да, если тебя завербовали, ты в секте. Тебе сказали, все, только это. Ну, то есть по утрам, по вечерам молиться, да, тебе приходится слону синему. Так вот, PHP, фу. Так вот, этот оператор, так скажем, что он делает? Он сравнивает два ваших операнда, так скажем, между собой и выдает либо нолик, либо единичку, либо минус единичку. Нолик, если равны? Нолик, если равны два операнда, единичку, если первый больше второго, и если наоборот, соответственно, минус один. Все. И это, видимо, вам очень сильно поможет. Прямо крутые алгоритмы можно реализовать с этой помощью. Уменьшить, по крайней мере. То есть это же... Да, то есть мы могли бы две строки написать, проверки. Или сколько? Ну, можно свитч, неважно. А, да. Как сделаешь, то есть как алгоритм. А теперь это все в одном. Очень много крутых тоже уже вариантов, без вот этого, там, в одну строчку написанных, и в том то, не то, через вопросик, через двоеточие. Но вот этот, типа, семантически красивый, он нравится всем. Третьей вещью вы должны знать, что... Я, в принципе, в это включаю, вот этот третий пункт, что будет... Можно будет указывать возвращаемый тип, точнее, знать, вот, тип возвращаемой функции. Да. Да, можно будет... Тип значения, которое функция возвращает. Да, так скажем. Для того, чтобы с ним потом работать уже с методами в соответствии с тем типом данных, которые ожидаются. Да, и вот здесь в примере, вот в третьем пункте, показано, что... Можно сразу указать, чтобы на выходе был флот, вот, через двоеточие. Да, да, вот здесь вот, вот тут. И все, и... Это картинка причем. Нет, я понял, что это да. Да, и на выходе у вас будет флот, все хорошо будет, все, все. Ну, до этого приходилось проверки, что пришло там, или санитизировать нужно было информацию, чтобы, да, что бы ни пришло, все равно хранилось там в цифре, и в таком случае так и обрабатывалось. Короче говоря, это маленький такой шажочек статической типизации, который, собственно, уже есть в хэк, это надстройка над PHP, которую Facebook сделал, но мы чуть позже о ней еще поговорим, но вообще, вот, да. Да, фактически, вот в данном, вот в этом варианте, хранится-то все равно будет все как говно. Просто будет некий указатель, ну, тут не указатель, если вы сразу просите плюс-плюс, нет, ну, тут некая будет пометочка о том, что тип такой-то. Фактически, в памяти он будет также храниться, в динамической куче, там, и так далее. Четвертый пункт, он как вот Apple любит, про который мы сегодня почему-то не скажем, у нас ни одной темы про Apple сегодня нет. Ну, так получилось. Вот, четвертый пункт, как Apple любит, что мы вообще лучше стали, мы все стало еще круче, что, значит, на 70% там улучшилась скорость там во всех WordPress'ах, Zen Framework'ах, в Drupal'ах, там, в общем, короче, PHP 7 прям huge. Давай так скажем, как Фил Шиллер. Когда мы выпустили PHP 5.6, он стал на 20%. Это было так круто, что просто, наверное, но мы пошли еще дальше. PHP 7 теперь варьировано от 25 до 70% быстрее в любых вот приложениях, которые у нас есть. Да. Очень интересно, вот эта гистограмма, да, называется по-человечески? Наверное, наверное. Пусть будет гистограмма. Столбики. Если Zen Framework, вот он здесь, как пример, видимо, лучшего, хорошего использования PHP, то есть он, в принципе, быстрый, но чем был быстрее по умолчанию, тем быстрее становится. Ну, собственно, это и очевидно. Те конструкции, которые есть, стали работать в два раза быстрее. Если использовалось много интересных конструкций, они все работают в два раза быстрее. То есть вот третий WordPress, тут 100 операций в секунду, точнее 100 запросов было, а будет 200. Не знаю, кто еще на третьем WordPress сидит, но тем не менее, в четвертом с 200 до 400, ну, практически. Drupal 8 какой-то дико медленный, но он пока еще не реализматый. Но я уже жду комментарии по поводу того, что все не так, и на самом деле Drupal 8 просто еще там... Выше, чем Zen Framework. Кстати, Zen Framework, он насколько как CMS-ка? В нем есть вообще какая-то админка? Ну, ее можно накрутить модулем. То есть ты не путай сейчас Zen Framework, который просто фреймворк вокруг PHP, и Zen Engine, на котором этот рантайм, в котором крутится PHP, они просто названы одинаково, одним фондом финансируются, но это разные вещи. И это как раз одно из важных... Ну, ты потом скажешь еще отличий PHP 7, что там можно быть экстеншены не только для Zen Engine, но и для ХХВМ писать. Ладно, в общем, вот такая статистика... Нет, подожди. ...сносит башню. Я понимаю, да, я скроллю просто до пятого пункта. Тут дальше снова статистика в пятом пункте. И снова про WordPress. И снова про WordPress. И почему-то именно на его примере сравнивают, сколько вот этих операций, так скажем, будет происходить в процессоре. 20% всего интернета уже работает на WordPress. Потому что скамет Молинвек, поэтому на его примере и говорят. Это дохрена популярная штука, и мы его очень любим. Ну вот, и они приводят некий кейс такой. Они испытали именно хоумпейдж WordPress, то есть домашнюю страницу. Главную просто испытали. И раньше при Jobs'е такого не было. А раньше, значит, получается, при вот PHP 5.6 было 9.4 миллиарда вот этих инструкций процессорных выполнялось. Как бы, скажем, самых простейших операций, так для понятности. Да. А сейчас будет выполняться аж 2.6 миллиарда. Что-то на 72% меньше будет загружать Proc. Это тоже достаточно по Apple. Начать сравнивать шестой iPhone с самым первым. Он в 2100% быстрее, чем был первый iPhone. Ну хорошо, хоть не с калькулятором сравнили. Ну вот, то есть, здесь сравнение, да. Естественно, не то, что PHP стал лучше, чем Java, а что PHP стал лучше, чем был. Да, да. Это круто. Как бы, мы каждый день должны становиться лучше, чем мы были вчера. Вот так же PHP. Ну, он тоже такой. Ну вот. Конклюжн. Конклюжн? А что конклюжн? Конклюжн amazing year for PHP будет. Просто супер год будет. Запланирован. Как супер год. Потому что, представишь, какие... Я не знаю, насколько их там начальство бушует. Там, я не знаю. Или, допустим, или они сами там, бедные. Когда вот они с PHP 6-то, вот фиаско вот это вот. Да, кому-то похрену всем было. Ты же понимаешь, какая разница, как ты назовешь? 5-6 или 6-0? Нет, то, что это тянулось. Маркетологический фейл был. Маркетологи очень сильно поддавливали, под жопу пинали программистов, но поделать уже ничего не могли. Потому что это же все равно фондами финансируется. Это не какая-то корпорация, которая на бирже состоит. У нее из-за этого акции упали, их все продали и слили всю корпорацию. Ну, это смешно. Поэтому для них это не так критично, как было бы для Apple, если бы новый iPhone провалился. А то, что это финансировалось... Фу, ладно финансировалось. То, что это с 2005 по 2010 тянулось. Ну, вот так вот. Ты же знаешь, как иногда бывает, что-то тянется в некоммерческом мире в нашем. Ну, тем более, да. Тем более, что здесь нет таких вливаний гениальных, как Facebook какой-нибудь. Ну, вот да. То есть, ну, это просто разные вещи кардинально. Поэтому, что там говорить. Вот. И кроме этой статьи прикольной, которую нам посоветовали, мы нашли еще статью на английском. Нашли. Мы нашли ее. Она на сайтпойнте написана. Причем на точке сайтпойнта. Да, ты как-то так сказал, как будто... Малина для админ у меня реклама здесь. Касперский лаб, извините. Просто смешно получилось. В этой статье, кроме того, что мы сказали уже про то, что мы сможем... Возвращаемая функция у нас будет тип. Тип возвращаемой функции. Сможем узнавать. В заголовке еще сказано, что removed artifacts. Вот, да. Те ли это артефакты, которые, я думаю, которые в Dungeons & Dragons стоили не тысячу золотых, а 15 тысяч? Ну, видимо, эти, потому что они удалят артефакты, которые использовались еще в четвертой версии PHP старичками. Ну, когда еще? То есть, я так понимаю, сейчас, в принципе, ничто уже не работает на PHP 4. Ну, то есть, если что-то работает, то извините меня. Вот, поэтому они удаляют всю поддержку PHP 4. Ну, не всю, но, наверное, частично. Какие-то вещи из PHP 4 нужны. Нет, те конструкции... Какой-нибудь, я не знаю, функция проверки из флот, например. Те конструкции, конечно, которые не будут... Вообще, которые уже давно не используются никем. То есть, там, наверное, по статистике посмотрено, и, скорее всего, 1% даже не используют это все. Будем надеяться, что статистика такая хорошая. Хотя, хрен его знает, как на самом деле. Ну, допустим. Ну, вот. Вот эти, так называемые артефакты будут удалены в PHP 7 совсем. Как бы, именно, чтобы прогресс был. Чтобы меньше это все. Да, ну, просто, ну, как бы, нужно обновлять Legacy Code Base. Ну, да. Ну, все. Я даже не буду дальше. Return Types мы уже сказали. То есть, Multiple Return Types нельзя. Да, да. Ну, и третьей темой, вот, та самая API, которая... Смотри, смотри, тут... Че это интересно? Ну, какую-то старую машину. Мы в машинах не разбираемся. Да. И вот, вот, третьим пунктом сказано про вот этот API, который можно будет писать собственные, как бы, расширения. Ну, в чем была главная проблема вообще PHP 7? Никак не могли решить, в каком рантайме он будет работать в классическом Зенде или в ХХВМ, который Facebook сделал. А как бы они это не могли решить? Ну, потому что вот вдруг ты сделаешь ХХВМ, а Facebook, он не понадобится, они на Node.js перепишут весь свой сервис. Так, и все, и не будут его поддерживать, потому что он полностью поддерживается программистами Facebook. Как только он им будет не нужен, они его сбросят. Компетентность обычных людей, которые поддерживают PHP, не дотягивает до программистов Facebook. Язык будет просто похоронен заживо, и все из-за этого. Так, я поэтому и думаю, что как можно полагаться на чуваков вообще, в принципе, которые... На коммерческой организации сложно полагаться, потому что как только ей будет что-то невыгодно, она вас сольет нахрен просто и все. Угу. Поэтому все правильно, они выбрали, что они будут поддерживать и то, и другое, чтобы просто программистам было легче. Я не знаю, здесь вот Sarah MG, практически MC, пишет, что они делают API, чтобы работало и то, и то. Угу. По крайней мере, она документирует это. А будет ли это реализовано, как, как и когда, вот хрен его знает. Потому что, знаешь, помнишь, да, в WordPress 4.2 убрали поддержку вот этой крутой фичи, когда seamless updates. Когда ты нажал update, у тебя покрутился preloader и обновилось, без дополнительных страниц. Мы это в прошлом, по-моему. Да, в прошлом, потому что не успели допилить. Вот это сейчас не успеют допилить к октябрю, и выйдет PHP 5.7. Еще куда-нибудь это заняется. Или выйдет PHP 7, но без extension API changes. Угу. То есть, если ты уже от чего-то избавляешься, ты уже не можешь это делать в той самой версии. То есть, если ты уже что-то удаляешь, грубо говоря, что было в 5.6, то как ты можешь это назвать 5.7? Ну, оно в 5.6 же было не новой фичей 5.6. Ну, да. Ну, это, понимаешь, это... Притянут за уши, я согласен. Это споры на форумах должны быть, в интернете кто-то неправ, и вот SarahMG сидит и срет всем программистам, типа, делайте быстрее, а то я проотвечаюсь, это называется. Ну, да, да. Ну, короче говоря, посмотрим, как будут развиваться события, двигаемся дальше. Угу. Мы обещали поговорить про React. Про React.js? Да, да, про React.js, не про React.os. И как-то, я даже не знаю, с чего начать. Вообще, есть такая библиотека джаваскриптовая, ее сделал Facebook для себя. И она, ну, как бы, ее классически сравнивают со всеми фреймворками дефолтными, типа Backbone, Angular и так далее. Но, наверное, не стоит ее сравнивать, потому что там это все-таки полноценный фреймворк для приложений, такой крупный, большой. А здесь его, как бы, фича в модульности. То есть ты модульно React, как там, классы, да, у них классы это называется, React-класс создаешь. Это у тебя небольшой, там, HTML-узел, который, причем, в Shadow DOM хранится. И ты его модульно можешь включить на отдельных конкретных страницах. То есть React может попасть в проект абсолютно любой. Не обязательно весь проект, там, передумывать, перепродумывать, как он будет у вас на React. Нет, вы можете только на одну страницу какую-нибудь подключить себе этот React, какой-то один компонент. И он круто у вас будет работать. Вам не нужно будет прописывать все... Ну, то есть это для интерфейса, в первую очередь. Все манипуляции с домом писать будет значительно проще вот в их, как бы тебе это сказать, идеологии. Почему это сделал Facebook? Ну, потому что перелопатить всю Facebook Codebase и переписать ее на чем-то, это дохрена делов. Никому это просто не надо. Это никогда в жизни не окупит денежных вложений. Мы это еще поняли, мне кажется, по вот Hip-Hop Virtual Machine, потому что они стали переписывать это все там на Java. Да-да-да-да, они начали ведра подставлять и эти... И дырки затыкать. Да, и дырки затыкать. В общем, вот это очередное ведро они подставили. Ну и, естественно, open-source для его комьюнити. Причем, я тебе так скажу, серьезные проекты, они даже побаиваются имплементировать у себя React. Ну вот здесь вот, ну, короче говоря, он бомбанул прямо сильно в 2014 году. Ну, свежак прям, ну. Типа того, в мире технологий, конечно, это уже, может быть, не сильно свежак, но в целом вообще свежак, да, по сравнению с PHP. Так вот. 4. Да, с 4 и PHP 6, которые делали уже 100 лет. Угу. Так вот, им проще, они какой-нибудь кусок чата на React'е сделали, текстерию, чтобы там удобно с ней работалось и все. Так вот, большие проекты не спешат имплементировать, потому что React поиграет, ой, React, Facebook сейчас поиграется, выкинет все нахрен. И, и, а у всех остальных уже останется неподдерживаемая кодбейс, которая, ну, то есть всегда, когда руководитель разработки отдела решает, на чем делать очередной проект, он смотрит не на то, как легко и быстро что-то начать, а как потом будет легко это поддерживать. И насколько это долгосрочно и перспективно. Вот, React пока неизвестно. Потому что он еще, я тебе так скажу, очень, типа, новенький такой. В смысле, он очень быстро имплементирует все новинки. Вот, Shadow Dome, его тоже еще не все успели там раскочегариться и так далее, а там он уже вовсю. А вдруг его еще сейчас там сам стандарт перепишут, не допишут? Успеют ли его React быстро переписать? Нужно ли это им будет в тот момент? То есть здесь пока еще вилами по воде писано все. Но я так понимаю, вот, да, здесь, собственно, как раз об этом автор и рассуждает. Как его зовут? Не могу найти, как его зовут. Неизвестным осталось. Но, ресурс Let's Code JavaScript. Вот он здесь пишет, что вот, вот такая функция возвращает ряд таблички. То есть никаких манипуляций с домом, но если какие-то значения изменились в конфиге или в дейте, который прилетает, то сразу автоматически будет обновляться value там у этих элементов. Короче, то есть это мы пишем, это смесь HTML с JavaScript. У них есть надстройка над JavaScript язык J, что-то J, что-то J, что-то J, 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 D, X, по-моему. Да, J, S, X, вот, видим. То есть в который можно прям и то, и то вместе вставлять, а оно потом компилируется в обычный JavaScript. Ну, подожди, где это может понадобиться? Если не в большом проекте, вот в маленьком, мне это вот, могу я в сайт? Ну, хочешь ты себе, да хоть на WordPress, да пиши плагином виджет какой-нибудь в сайт бар, а этот виджет инкапсулируй в React класс. Если тебе это удобно, понимаешь, это фронт-энд библиотека для написания интерфейсов. Если ты придумал, что ты интерфейс напишешь в ней, бери и пиши. Понял, понял. То есть использовать можно где угодно, и это, собственно, плюс. Еще плюс, если бы весь проект... Почему не очень любят JavaScript фреймворки и так далее вебмастера? Потому что тебе нужно зайти на страницу, только тогда у тебя все появится. Ну, ты как бы понимаешь, да, оно у тебя срендерится, и поэтому поисковик не Google. Google сейчас JavaScript executed, а другие... Им же приходят чистые, а там у тебя срендерится ничего. Пустота. Ну, как, знаешь, пустой элемент Canvas. Ты не знаешь, что внутри него, хотя там может быть супер-анимация, там досвидоскру... Но для поисковиков у тебя пустой элемент Canvas, и ни хрена в нем нет. Как флэш-анимация. Типа того, да. Вот React, если у вас весь проект на ноде крутится, вы можно скомпилировать прямо на сервере, точнее не скомпилировать, а экзекьютнуть. И вам прилетит уже статическая страница с этим интерфейсом. То есть и Search Engine, твой виджет, о котором мы уже говорили для WordPress, он его увидит, проиндексирует нормально, если это там картинка или что-то еще. Ну, то есть, ну, ты понимаешь. Угу, угу. Вот. Ну, вот тут он по пяти пунктам это рассматривает. Вы почитаете, это интересно. Если вы планируете попробовать React, попробовать его очень легко, короче говоря. Ну, просто, да, включил его и... Включил, написал какой-нибудь маленький компонент, там, по гайдам, не по гайдам, неважно, и у тебя все уже есть. Но у нас-то тема вообще главная, не React. Да, да. Почему вообще мы к этому вернулись? Потому что Кир Кайер, Кайер, не знаю, как правильно, нам предложил новость о том, что IDE от Facebook вышла Nuclead. Полезно для тех, кто юзает React, наверное. Причем апдейт вот этот, который сейчас написан, недавно появился. Его не было, когда... Ну, не помню, когда я готовился к этому подкасту. Когда я эту темку нам в трейлок кидал. Апдейт. Только анонсировано, попробовать еще нельзя. Ну, вот я это понял, когда сам туда зашел. Давай зайдем. У нас там еще картиночка какая-то должна быть. Картиночка я сейчас покажу, да. Так, Nuclead.io. Сюда. Почему-то я именно сайт Nuclead.io не открыл. Как лох. Так, ой, как у нас много тем-то с тобой здесь открыто. Это мы еще нам столько предстоит? Да. Так вот. Кстати, если сравнивать Nuclead... Ой, Nuclead. React с Angular, то можно вот такое сравнение перевести. То есть, Angular это что-то такое монолитное. Это целая такая архитектура для проекта. И из него потом никак не выпутаться, как из сетей. То React это вот типа микросервис. Он обслуживает свою маленькую штучку. И его можно будет потом убрать хоть одна. Мне просто... Недавно в твиттере видео эту картинку. Мы ее долго искали сегодня, потому что она, ну, похожа. А там про что интересно рассказывали? Ну, монолитные сервисы и микросервисы. То есть, насколько нужно проект разбивать на отдельные модули, блоки, которые что-то возвращают. Или у тебя монолитные. Ну, это для разного разное, естественно. Но вот, по сути, все одно. Так. Nuclead. Это типа IDE для того, чтобы писать и под React Native, и просто под React. И да. Хотел как-то качнуть, посмотреть. Join our Facebook group for updates. Можно зайти на Facebook. Это же IDE. Ну, то есть, прямо... То есть, целый... Не то, что редактор. Просто кода. А еще и IDE. Потому что это же... React Native — это JavaScript библиотека, которая позволяет создавать нативные приложения для App Store. Не знаю, насчет Google Play, неважно. Для iOSI. Пусть будет для iOSI. Для мобильных. Так вот. И ее же надо скомпилировать как-то под это все. То есть, это IDE будет этим заниматься. Это нельзя просто JavaScript код потом засунуть в App Store. Не примут, по слухам. Так вот, ладно, все по порядку. То есть, вот, попробовать пока нельзя. Здесь присоединитесь к группе, вам пришлют там уведомления, бла-бла-бла, типа... Вау-вау, ура. Тут какой-то еще фреймер JS есть. Creative Tool тут... Так, ладно. Представляешь, было бы странно, если бы они не на Facebook давали ссылку, а на Google+. Ну, это было бы смешно. Ну, нет, на Reddit это нормально было. Но Google+, да, это действительно. Тут еще и лайк только на Facebook и share. Ну... Нельзя расшарить на Twitter. Вот зачем они это делают, я не понимаю. Ну, типа... Только свое. Ну, это... Чтобы вы понимали, это над Atom сделано. Atom это редактор от GitHub. Это первый обзор на нашем канале. Можете посмотреть, как давно это было. Угу. Ну, вот над Atom он надстройка, которая позволяет удобно работать с языком хэк, о котором мы уже говорили. Atom это тоже IDE же, да? То есть... Ну, нет, Atom это просто текстовый редактор от GitHub, но с удобным API по экстеншенам. Поэтому вокруг него очень легко что-то развернуть. Потому что он еще и сам вокруг Chromium развернут. Ну, там... Ну, ты помнишь, Atom он как Brackets, это веб-редактор. То есть, вот, да. То есть, они все-таки дописали для этого и компилятор какой-то там. Ну, хочется верить. Как иначе ты будешь из React Native компилировать в iOS? Здесь вот, видишь, Native iOS Components. Хотя, может быть, это только куски. Ну, ладно, допустим, Nucleet. Окей. Что там еще он может? Давай. Да все. Вот с этими работать, с React'ами, с хэками и Flow. Flow — это такой проект, собственно, у меня тоже был открыт, блин. А что я не могу просто писать без вот этого всего, без хэка там это? Тогда ты бери и пиши в Sublime. Не, а если я хочу вот Nucleet? А, это бессмысленно. Nucleet от Atom отличается только наличием этих тулзов. Понял, понял. То есть, а внешним видом? Ну, не уверен. Ты можешь... Темки, которые для Atom'а написаны, ты именно Nucleet можешь накатить. Понял. Это не о том немного. Flow — это тайп-чекер для JavaScript'а. Он вам в ошибке допишет такой-то тип, не incompatible с другим там, в зависимости от того, какие вы методы используете. Ну, прикольная тулза, я не могу. У них здесь какой-то для YouTube старый плейсхолдер беленький. Или такое можно делать? Да там любое можно, да. Это, я не знаю, старенький, не старенький. Ну, раньше у них был белый, я не знаю, как это сделать, я хочу теперь белый. Да можно, там в iFrame просто вписать. Охренеть. Вот век живи, век учись. Ну, в общем, всё, посмотрите, это такая... Подожди, подожди, вернёмся к Facebook'у. Короче, вот допустим, я американский какой-нибудь чувак, который, знаешь, пишет API для Facebook. Ну, короче, в общем, что-нибудь разрабатывает для Facebook. Мне просто интересно, американские разработчики любят Facebook? Или он какой-нибудь костыльный, дерьмовый? Я думаю, американские разработчики делятся на две части. Одни любят Facebook, другие любят Google+. Потому что Google группы и Facebook группы, это примерно одно и то же. Там чуваки обсуждают, что они будут делать. Потом это вываливают в GitHub, в Trello, куда угодно, где они будут уже предметно работать. Но общение, ну, хотя в GitHub тоже общение проходит. Но я вот лично видел, что есть люди, которые любят Google группы, Google... Они там сразу Google Hangouts открывают и так далее. А есть те, кто любят Facebook группы. Чё они открывают, я не знаю, возможно, тоже Google Hangouts. Но почему-то кому-то удобнее. Видимо, какие-то ивенты, которые много фоточек выкладывают, их на Facebook открывают. А где реально базарят по теме, это Google обсуждение, потому что там какой-то интерфейс такой даже. Ну, мне-то ни то, ни то не нравится для этих дел. Google, но тем не менее. Ну, и тот, и другой, и Google, и Facebook делают чё-то для разработчиков. Чё-то делают. Но всё равно они делают не для разработчиков, а для себя. И когда они могут на этом пропиариться, они это делают опенсорсным и для разработчиков. Когда код не сильно костыльный. То есть вот если вы будете смотреть на коды вот этого всего и найдёте там какие-нибудь костыли, знайте, в самом Facebook их ещё больше. Потому что его они не показывают только поэтому. Ну, возможно, то есть у них есть ещё какие-то проекты, которые очень закрыты, но их могут использовать только ребята из Facebook уже. Наверняка, конечно. Они их просто не будут вываливать. Они просто NDA подписали, их отстрелят, как Кеннеди в Далласе, если они что-нибудь сделают с этим. Выложат. Ну всё, давай дальше, наверное, на чём. Ну вот, в общем, вы поняли. Ну, Клит когда-нибудь выйдет. Заходите попробовать вот эту всю фейсбуковскую инфраструктуру. Обязательно попробуйте. Так, я сейчас здесь позакрываю кучу всякого. Мне просто хочется понять. Native Components для iOS. Ты вот его описал, да, хорошо, с помощью рендера. Угу. Посмотрел в браузере, да, в iOS-симуляторе. Так. И чё, как ты это потом в проект свой включил? А, в Objective-C. Понятно. Ну, мы с тобой не... То есть там надо колдовать ещё с Objective-C? Ты в Objective-C это подключаешь просто как-то и всё. Угу. А, ты причём в Hack. Оно у тебя как-то переходит в язык Hack. И ты там... Короче, чуваки, которые пишут на... На Objective-C, они, наверное, поймут вот эту штуку и напишите нам в комментариях, пожалуйста, хоть знать будем. Герои. Потом напишем этот... YouWebDesign приложение под iOS. Угу. Так, следующая тема у нас... SAS vs SCSS. Да, причём на доске записано vs.less vs.stylus. То есть вообще всё сейчас будем, вся война будет. Ну... Ты знаешь, значит, вот себе представь. Военные действия, значит, чуваки, которые SAS в окопах, чуваки, которые в лес в окопах. И, знаешь, один чувак... Один чувак в стайлосе, да. Он, я не знаю, он даже без окопа. Он стоит просто в трусах. Он один как генерал одет. Он один генерал, короче, сам с собой. И как в том анекдоте. Всё в говне, а я один в белом фрайке. Вот это стайлос. Ну вот, нет, на самом деле у нас ролик... Ролик чувака, который, видимо, уже много записывает вот этого добра, DevTips вот этих. Значит, и он записывает прям лицом в камеру, рассказывает, почему же... Вот в этом ролике. Почему же SAS круче, чем SCSS? Почему он настолько вальяжно это делает? Мы сейчас попробуем вам сделать. Я опять забыл сделать настройку, чтобы он писал звук с компьютера. Бог с ним, он очень лениво рассказывает. А сейчас вы просто лицо увидите, кто смотрит видео. Значит, он... Да, он сидит, он улыбается по 30 секунд. Короче, конструктив. Это, короче, это уже шестой за ночь. В общем, я снимаю эту хрень. Ну, понятно, я уберу этот звук, если вообще было слышно, я микрофон поднесу к ноутбуку. Я думаю, возможно, все задохли сейчас от громкости. Но суть не в этом. Суть в том, что чувак рассказывает очень вальяжно, рассказывает про то, что SAS очень крутой. Прям суперкрутой тем, что, во-первых, в нем надо писать меньше силы. Ну, ты скажи, о чем речь? Речь о двух синтаксисах. Есть такой препроцессор SAS, который поддерживает два типа синтаксис. Оригинальный SAS и SCSS, которым, например, пользуемся мы. Я уверен, что не зря он поддерживает два. Вот я уверен. Вот все бы тогда писали на SAS сразу. Я могу тебе историческую справку сказать. Ну-ка. SAS — это оригинальный язык. Он до версии 3.0 был синтаксис. Потом ввели SCSS, чтобы больше людей перешло попробовать SAS, потому что им ничего не надо для этого сделать. Они свой уже рабочий стайл-шит переименовали из CSS в SCSS и начали nest-ить, include, extend-ить. Нам значительно проще порог входа уменьшился, и из-за этого SAS стал таким популярным. Ну вот как бы против точки зрения вот этого чувака можно сказать, что порог вхождения в SCSS ну просто вообще нулевой. Вы зная CSS, вы сразу входите и делаете, и пишете. И вам не надо ничего, новый язык. То есть они могли заставить людей по крещению прям купаться в этом SAS. Ну как стайл-ос, который один. Да-да-да. Прям купаться в SAS, и чтобы писать крутые миксины, там вот это всё, заставлять на своём языке SAS писать. А нет, они сделали SCSS. Ну вот он здесь, если вы потом в описаниях к видео, кстати, те, кто нас слушает в iTunes, обязательно смотрите описание к видео или пост на блоге. Там мы тоже все ссылки теперь публикуем. Он говорит о том, что его бесят лишние вот эти кудрявые скобочки. Ему не нравится, когда выходят из Нестинга, что есть несколько закрывающихся кудрявых скобочек подряд. Точки с запятой. Точки с запятой. Его прям сильно это бесит. Так, остановим. Давай. Звонил телефон, очень важный, неотложный звонок, поэтому да. Будем далее обсуждать, что ему не нравятся точки с запятой и кудрявые скобки. Ты понимаешь, в чём дело? Дело в том, что вот CSS, как язык, да, он язык. Ну типа, мы так скажем. Это, конечно, таблица стилей там, или как она? Это таблица стиля, в которой несколько JSON-объектов хранится. Да, это как русский язык. Вот зачем сократить? То есть можно сократить русский язык? Там убрать какие-то вещи и где-то буквы английские поставить. Понимаешь? Можно его извратить, можно его сделать короче, легче, возможно. Но зачем? Если есть правила уже, которые существуют, грубо говоря, по ним легко и они как бы не обременяют никого. Видимо, кого-то обременяют. Вот. И получается, что создатели САСа и стилуса одного вот этого генеральчика им это не нравится, потому что ни у тех, ни у тех нету вот там ни скобочек кудрявых, ни точек с запятой там. Вот. А допустим, у леса есть. Кстати, у леса, возможно, если смотреть комьюнити, у них же достаточно дофига народу. Обычная европейская комьюнити. Это не... Американцы все на САСе, европейцы все на лесе. Ну, с несколькими погрешностями, но тем не менее. Я бы сказал, что Россия тоже на лесе. Потому что мы же Европа. Еще одна страна, скорее всего, на лесе, потому что она Европа. Ну вот. То есть, получается, получается, в лесе тоже нормальные пацаны. Ну, как тебе сказать? Они не очень нормальные пацаны, потому что они на лесе. Но это уже, это просто, это уже идеология. Лес, виси, САС. А если мы говорим о синтаксис, то, конечно, мне кажется, это вопрос вообще бэкграунда человека, на каких он языках кодил до этого. Ну, то есть, почему никто не хочет, например, на Джаву сделать такую надстройку, как сделали на Джаваскрипт? В Джаваскрипте же есть кофе-скрипт, который делает ровно то же самое. Ну, не только это, но тем не менее. На Джаву почему-то никто такое не сделал. На C++ тоже никто не убрал кудрявые скобки. Интересно, почему? Наверное, потому что люди, которых волнует написание кода, их не волнует, какие у них скобки, а скобки их для того и придумали, что ты визуально, если ты программист, а не дурачок, то тебе нужны такие вещи, которые, ну, ты как бы эти блоки кода ограничиваешь сам для себя. Они у тебя не висят, как висяк, вот так вот с табами. Причем, у него вот, например, у этого чувака, у него нету вот этих гайдов под табы, палочек, там даже не видно, где сколько табов. И когда ты смотришь полностью на весь проект, непонятно вообще решительно ни хрена, блоки не разграничиваются между собой. То есть, когда ты пишешь проекты с 10 тысячами строк кода, тебе вот уже лишние там, из этих 10500 кудрявых скобочек так не решают. Я не могу, он прям в экранном смотрит. Я бы вообще посмотрел на чувака, который какой-нибудь супер монстр верстальщик, у которого все на SCSS. Верстальщики и программисты, это разные вещи, понимаешь? И монстр верстальщик, у него, он одну кнопку в гранте жмет, и у него уже все воруется, со всех шаблонов одновременно, и все сверстано. Он на входе, у него есть папка images, папка в шаблон в PSD, он жмет кнопку, все, у него все загружается, делается. Вот тебе монстр верстальщик. И не главное, ни одной кудрявой скобки. Сделать хорошо, я понял. Ну, ну вот, короче, в общем, я так, как кто хочет, тот так и использует. Да, тот так и использует. Но у меня не могу, борода ты, чувак, я хотел, чтобы мы все видео посмотрели, но там еще очень много минут. Ну, в общем, пишите в комментариях, что вы выбираете, вы, конечно, лес выбираете, поэтому не пишите. Ну, напишите все равно, мы найдем вас потом. Давай посмотрим, самое главное преимущество синтаксиса SAS, по словам защитников этого синтаксиса, это то, что миксины можно определять простым равно, использовать плюсиков вместо слов собака миксин и собака инклуд. Как тебе сорвало башню? Не знаю, по-моему, становится ненаглядно. Становится полный отстой. Это сразу не видно, эти маленькие равно плюсики. С экстендом почему-то это не происходит. А еще не сделали. Не придумали, какой символ тильду, хренидли используют, нижняя почогня, два нижних почогня, я не знаю. Можно что-то, наверное, придумать, но как-то не получается. Что у нас следующее? А, у нас мы смотрим как в лесе. В лесе тоже с кудрявым скобочком. В лесе все как обычно. Там просто переменные, не через долларик, а через собаку, например. Оно в целом очень похоже на САС, повторюсь, это просто религиозно-идеологическое противостояние, которое, ну, такое. Так, ну и стайлус? Единственный генеральщик, у него еще и сайт, как будто он с 2009, с 2010 сбежал. Но тоже вот, вот висит, как висяк. И тоже кто-то использует, пишет. Напишите, если вы используете стайлус, и почему, просто вот, чтобы понимать. Анонимно можно. Да, я не знаю, его дизайн подслушанно, похоже, пора уже создать, и там должны люди признаваться, что они стайлус, на самом деле, используют. С 2008-го? Использую? Я все еще использую гранты, хотя уже все кулкидз используют галп давно. И у меня PHP 4. И я пишу те самые статьи на Хаббард 10 новых фреймворков этой недели. JavaScript я имею в виду, конечно. Где еще выходит 10 новых фреймворков в неделю? Ну что, давай к нашей любимой теме, по-моему. Наш любимый блок WordPress. Начнем с слабеньких таких, откровенно, кусочков новостей WordPress и закончим прям вообще отбойным молотком. Давай. Первая тема. Display sheet music in WordPress with the ABC notation plugin. То есть показывать ваши ноты, музыку, как это называется, партитуры. Нотную грамоту. Нотная грамота это все, а партитура это именно вот объект. То есть ноты полностью, всю движуху. Да, всю движуху вообще. Display sheet music. Если вы хотите вот такую штуку, вы музыкант, хотите у себя на блоге не картинка это показать, а как-то accessible. Я правда не знаю, как это рендерится. Наверное, JavaScript дом элементы создает, и это div, div, div точечка, div нотка. Не знаю, насколько это более accessible, чем картинка. Скорее всего, картинка более accessible. Нет, подожди, accessible. Тебе же получается всего лишь навсего это легче, чем нарисовать. Ну я понял. Тебе легче, чем нарисовать или срендерить где-нибудь в Guitar Pro, или я не знаю, чем для этого пользуются. Чуваки, которым это реально надо. Возможно, они бы сейчас скажут, да пфу, я спокойно в Guitar Pro нажимаешь распечатать, и он это кидает в картинку. Потом фотографируешь распечатку и выкладываешь ее на WordPress. Сканируешь, на телефон фоткаешь. Ну вот, да. Ну, в общем, здесь удобно, если вы знаете это все, просто пишите по привычным вот этим, вот этим. Блин, слушай, а знаешь, чем можно? Че? Какие-нибудь, типа, такие музыканты какие-нибудь, они могут у себя, у них какой-нибудь пост, знаешь, там, какой-нибудь грустный пост, и перед этим, а вот аккорд для моего поста, и там какой-нибудь минорный аккорд. Вместо Current Moodle вот такой блок сделать, Там C minor какой-нибудь, и погнали. Как тебе? Круто. Кстати, я нашел ответ здесь на свой вопрос, как рендериться с помощью SVG. Ну так это вообще круто. А это accessible, если там будет написано, что title description этого SVG элемента, то будет прям все вообще очень круто. Так. Ну, это, значит, первый плагин. Да, он бесплатный WordPress плагин директор. Работает хорошо на WordPress 4.2 Beta 3, здесь нам Джефф говорит. А как он с responsive? Ну, ты вот так, сейчас начинаешь темы, вопросы задавай, но я могу проверить. Да нет, ну, хочется здесь проверить, ну, просто, вот, я думаю, что никак. Используется open-source проект ABC.js. Ну, посмотрим, вот как здесь. Ну, здесь точно ничего не респонсивное, то есть, ну, какие нахрен, это смешно, но наверняка можно, а, ну, это же просто SVG, ты можешь написать медиазапросы, чтобы там чуть-чуть уменьшалось какие-нибудь нотки, 4 четвертых убралось, оп, и не знаешь, в каком ритме играть. И, вот эти точечки, которые повтор символизируют, я не знаю, как это правильными терминами называется, я знаю, что это значит. Реприза какая-нибудь. Вот, да, хоп, уберут, и ты не знаешь, сколько раз повторять, зато... Да просто ноты некоторые уберут, это ни хрена не знает. Через такт уберут просто, и все, поэтому да. Ну, надо дальше. Надо мной шутят уже, потому что я говорю, поэтому да. Я не могу этого не говорить, надо же как-то закончить, перейти к следующему куску. Переходим к следующему куску, я буду говорить тебе в следующий раз. Плагин Cash Buddy. Прям вот, это дополнение к популярным WordPress плагином кэширования, и вот оно делает новые вещи. Я тебе попрошу сейчас секунд 10 сказать, что мы знаем про WordPress кэширование, и потом продолжим. Во-первых, мы знаем, господа, что у нас на сайте, у нас на сайте, у нас на сайте ewebdesign.ru и у нас на канале ewebdesign есть ролики про кэширование, обязательно посмотрите их, потому что, ну там, ну так круто там сказано, Саня так все рассказал подробно. Там просто, мне кажется, вот все вот это, сейчас ты будешь рассказывать про вот этот плагин новый, и там все равно будет бред какой-то. Уже круче, по-моему, нечего придумать. Там померкнет все, естественно. Мы на примере v3totalcash это рассказывали. Так вот, CachingBuddy, он даже в v3totalcash встраивается и помогает. Казалось бы, чем помочь? Ну-ка. Слово камп, почему-то. Так вот. Помочь тем, что он кэширует страницы для залогина хьюзеров. Так, то есть... Это причем тоже можно сделать v3totalcash, но здесь это изящно сделано. У нас v3totalcash по умолчанию стоит, чтобы кэшировать. Чтобы ты мог видеть, потому что в противном случае ты пишешь свой контент, видишь закэшированную версию, тебя это бесит. Я так понимаю, это нужно для каких-то комьюнити-блогов крупных, где куча авторов, все пишут, все смотрят, думают. Им нужно, чтобы те посты, которые не они писали, были закэшированы и быстро тоже работали и нагрузку на сервер не давали. Потому что, опять же, если у тебя комьюнити-блог, много авторов, много обращений, потому что им всем нужна незакэшированная версия. И перформанс, как по-русски, производительность сайта очень сильно падает. Здесь вот пишут, что они смотрят по кукам, где у кого что, по тимам кукам, скорее всего, да, закукировано. И подставляют свои уже куки, что типа, ну, господи. Making these cookies JavaScript readable, парсят куки, смотрят их там для комментариев и так далее. Если куки старые, то они что-нибудь подсовывают. Не знаю. У тебя куки старые. Да, да, вот тебе прям плагин это в консоли выводит, у вас старые куки. Если еще флоу подключить от Facebook, еще пока, а куки еще здесь вот number с стрингом не работает. Короче говоря, попробуйте. Здесь у них есть очень большой пост у чуваков, которые его сделали. CashBuddy. Вот такие чуваки с туннелями его сделали. Так, подожди, CashBuddy, да, он называется? Он, ты говоришь, надстройка на... Да, он работает и со всем, и с BadCash, и с V3TotalCash, и с VPSuperCash. Один не работает, А, ну, в смысле, ты же понимаешь, что это... Это IP просто? Нет, это закрывание дыры, опять же, одной, которая есть в них всех, причем умышленное закрывание дыры нужной. Это вот, тебе нужно иногда, чтобы в ванной вода уходила, а иногда нужно, чтобы набиралась. Вот ты хоп пробочку заткнул. Понял, то есть CashBuddy это пробочка. Это пробочка для вашей ванны, и... А V3TotalCash это сама ванна. Угу. То есть вам нужна ванна, чтобы помыться, но иногда вам нужна еще пробочка, если вы хотите полежать с пеной. Пена это WordPress SEO by Yoast, про него, кстати, тоже есть у нас видос. На канале. Да, вот такие пенные метафоры, переходим дальше. Так. Aesop StoryEngine, то, о чем мы обещали вам рассказать неделю назад. Это что-то громкое должно быть, да, прям? Это бесплатный плагин, который нам позволяет писать темки именно под этот плагин. А почему StoryEngine? Потому что это по факту просто PageBuilder. Но PageBuilder с уклоном в то, что ты истории рассказываешь. То есть там не просто будет элемент Image, элемент Карусель, и так далее. Там есть элемент Timeline. Ё-моё. У тебя здесь снизу будет... Ну, я сейчас покажу. Здесь у них есть видео. Промо-видео? Да, промо-видео. Можно без звука посмотреть необязательно совершенно. Угу. Айсоп StoryEngine. Вот. А здесь они говорят, что про нас много пишут. На VP Teorn про нас писали. На пост статусе большое. Видишь? На VP Mudevi. В общем, короче, куча всего про них. Да, их любят, их хотят, и вот они. Вот видишь, это PageBuilder, ты выбираешь компоненты, которые тебе нужны. Вот они гордятся, что их там до хрена скачут. 10 тысяч скачали. Казалось бы. Форм 7 сейчас ржут. Да, вот он, контакт в форм 7. Вот аудио, ты видишь, вставляешь URL, карта, то есть видишь, карта тебе для истории нужна. Паралаксик, маленький кусочек паралаксика. В имидже ты можешь ставить там какие-нибудь картинки, выбирать, то есть все такое прям красивое и удобное. Ты это из админочки делаешь. Обратите внимание, вы это делаете из админки. Ну, то есть, как любой PageBuilder, не любой, есть хорошие PageBuilder. Не будем пока говорить какие. Потом раскрою. Ну, кстати говоря, понимаешь, в чем дело? В чем же? Самый главный плюс PageBuilder, вот это, он бесплатный. Самое главное, что любые чуваки, получается, могут его поставить и не париться. Я тебе так скажу, он, насколько я понимаю, с темами, которые его не поддерживают, вообще никак не работают. У него нет дефолтного представления, и они продают свои темы по 120 баксов. Блин, ну это они какие-то гении. А что они, ну, они дали нам всем удочку, чтобы мы зарабатывали вместе с ними. То есть, я обожаю. Они принимают third-party themes. Если ты что-то космическое сделаешь, они тебе позволят через себя продаваться. Понял, понял, понял. Поэтому, ну, грубо говоря, это крутой PageBuilder с ориентацией на историю. Здесь про каждый элемент написано. Audio, Video, Content, Character, Galleries, Chapter, Headings. Это как раз эти, главы, и там можно либо слева, как менюшечку такую, типа, перейти на следующий пункт, как в блоге HTML5Rocks. Ну вот, ты понял. Короче говоря, типа, ты крутые блог-посты пишешь там про туризм, не про туризм, про путешествия, туризм это уже как отрасль звучит. Про путешествия, когда ты сам путешествуешь туда-сюда. Давай, вот посмотрим их лендинг. isopstoryengine.com. Почему вообще эта тема к нам попала, опять же? Я опять же, чуть-чуть рассказал, теперь бэкграунд. Потому что они недавно выпустили frontend-эдитор. То есть, все то же самое, что мы сейчас видели в админке, но теперь на фронтенде можно это так же добавлять, реально, как в медиуме уже. Я не знаю, чем это лучше или хуже. В смысле, это лучше. Потому что, если ты просто блогер или какой-нибудь журналист, то тебе это значительно удобней. Ну да. И ты, как человек, который какого-нибудь издательства делаешь сайт на WordPress, всего лишь вот эту хреньку покупаешь за сколько-то долларов. Я не помню, за сколько именно frontend-эдитер стоит. И все, а у тебя они прям удобно, им всем они пишут, довольны твоими услугами и хотят тебя. Ну, знаешь, вот эта тенденция с тем, что делать что-то, чтобы потом у тебя купили что-то, это, вот знаешь, это... Это классика на самом-то деле. Это классика, но имеется в виду, что тут же прям заставляют тебя. Ну, я согласен. Почему вообще Apple бомбанул? Ну-ка. Мы мало же говорим сегодня про Apple. Вот я Apple аналогии провожу. Айпод, точнее, почему бомбанул? Ну. Потому что его сделали удобным способом потребления контента. iTunes Store. Не было бы iTunes Store, а не бомбанул бы Айпод. Почему бомбанул Айфон? Потому что был App Store. Не сразу, но появился. Потому что это все делается комьюнити, за счет комьюнити. Но я не имею в виду... Ты имеешь в виду написать плагин, который будет продавать темки, короче. Ну, здесь с бизнес-моделью, конечно, поработать нужно с плагином, который будет продавать темки. Потому что они уже написали плагин, для которого продают темки. Ну, вот-вот-вот. Но, условно говоря, да. Да. То есть вот такие вещи, они правильные с точки зрения маркетинга. Особенно, как ты это преподнесешь. Так вот, из-за того, что вышел лассо, про который мы поговорим чуть позже, вот AISOP. То есть, вот такой у них лендинг. Они, опять же, этот видос показывают, говорят, какие у них есть фрагменты и так далее. Вот здесь ревьюз. Все как на лендингах. Нас любят, а нас говорят, купите. В Teams я перехожу. Так. То есть, плагин бесплатный, я уже сказал. У них не только причем темки за 120 долларов, у них еще кусочки. То есть, модули есть платные. Ивент, например, надо тебе ивент, 35 баксов. Галлери Поп, такая крутая мобайл френдли галлери, 35 баксов. Сто и хайлайт, то, о чем я сказал слева. 15 баксов. Что-то все вообще, просто весь сайт за бабки собираешь. Ну, да ты же понимаешь, что и тебе удобно, ты просто купил, собрал. И твоим клиентам тоже красиво и здорово. То есть, здесь, в принципе, все выигрыши. Если у тебя есть вот такие клиенты, которые мы там, лейзи лодер, и то 10 баксов стоит, что у тебя все. Ну, все мы знаем, что такое лейзи лодер. Но зато, вот почему-то у них соушил, твиттер, а это тумблер, скорее всего. Ну, здесь фейсбук, твиттер, кардс. Да, наверное, все, ну, за 15 долларов. Ну, я понимаю, почему-то, если это твиттер, я по букве Т пока не определяю. Нет, у твиттера была круглая, а у тумблера, да, да. Я просто хотел подбудлить, что у них не новая птичка, а старая буква Т, как знаешь, на старых сайтах, которые тоже застряли в начале десятых или в конце двухтысячных, в конце нулевых, я бы даже сказал. Я попросил выслать мне демку, давайте вместе посмотрим. А ты вообще ее смотрел? Не смотрел, это прям премьера. Welcome to your ISOB story engine demo. Feel free to explore. Короче говоря, посмотрите, попробуйте, поиграйтесь. Edit, большая кнопка, конверсионная очень. Вот я внутри админки нахожусь, пошли нахрен, все круто, let's dive in. Вот имидж блок у вас здесь есть. Так, как добавить имидж блок? он на редактировке. ADD компонент, я уже вижу. Редактировать, это pretty easy, right? Left, я сейчас буду. Ну-ка. ADD компонент, Тебе выпадает штучка. Так, ну какие у нас видео есть? У нас видео разные есть. Ты хочешь ссылочку, да? Там из Vimeo, может. Пример, вот это. Давай, вот это попробуем. скопировать. Да я не знаю, ну ты конечно там, нет, я проспойлерил еще одну тему. Видео ID компонент. Нет, надо только ID, только, я могу сказать. Я вот это не знаю. Это неправильно, это прям, это тупо. Напишите хрень, которая парсит. Если YouTube парсит, срывайте все, что после V равно, и так далее. Ну нахрена мне на ID-то писать? Урот, option, caption. Урот. Кэпшн тест. Понимаешь, что вот видео URL, вот он сюда. Видео ID? Нет, 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 это только если вы используете, если у себя. А, окей. Ну все, видео loop, автоплей, не надо автоплей. Хотя пусть будет, похрен. Все, уже insert компонент. Где он? Вот он видео, вот он. Можно редактировать, можно клонировать. А что-то написать, я что-ли могу там, он смотри. Не знаю, куда это вписалось теперь. F. Я надеюсь, не в ID-шник, нет, не в ID-шник, там просто F было. Ладно, посмотрим, можно ширину, ну-ка, 100%. Подожди, какие здесь есть элементы? Значит, у нас есть, как обычно, image character, то есть я могу... Они на связь будут чуть-чуть по порядку, есть image. Они видят, нам же уже сделать чуть... ширина, URL, offset, credit, alt, все прям хорошо. Здесь как-то куча настроек, я аж прям, пугает это. Больше нет других. Map locations, если мы добавим элемент map. Ну, это прикольно, все сейчас этим пользуются, отметить, где находится, да, там. Почему нет предпросмотра Челябинск? Я так понимаю, здесь... Может, этот флэш нужен? Здесь сложно все, да. Так, мы сейчас запретим и посмотрим. Там, как интересно, сайт-то выглядит, как 2000... Нет, нет, как их дефолт, дефолтная темка. Картинка? Вот картиночка. Но это их... А где видос? Упс. Видимо, это только Vimeo, потому что вот Упс, это Vimeo-ное дерьмо. Ну, слушайте, это не в пользу говоря. Хотя бы за 10 долларов продайте мне YouTube. А, можно докупить, Не было, мы все с тобой посмотрели, чем можно докупить. Так, ну, ладно. Howdy. Howdy 6, 4, 7, 2, 3. Ладно, в общем, вы поняли. Что-то с этим можно сделать. собственно, ничего-то. Давай посмотрим темки, которые они продают, где? Вот, Йоргин, например. Ну, темки такие классические. Мне вот та, которую ты открыл, нормальная. То есть, как бы, как бы, не противные. Я... А где демо? Нет демо? Вот. Вот, playground demo. Засунули ты, засунули. А, это, видимо, разные темки. Ну, yellow bell, на любую. Поздно. Космос. Мы через неделю, ну, ладно, анонсируем в конце, но, но, да, поговорим кое-чего, кое-чего о чем. Да, говно какое-то, ну, че, ну, это самому сверстать, вот, нихрена делов. И сделать такую логику, и вообще, то есть, если поставить такую цель, ну, собственно, они взяли, поставили, сейчас зарабатывают бабки, поэтому, че я тут буду сейчас говорить. Молодцы. Вот front-end editor их. Вот здесь демка обычная, прям просто, как, простая, как бревно. Так. Нажал демо, окей, got it, все, круто. Прямо здесь можешь добавить что-нибудь, видимо, не got it. Это? Да, вот это. Плюсик, вот все, чем мы с тобой видим. Представляешь, как чуваки, которые без видео это слушают? Плюсик, да, вот это, это. Тут drag-and-drop надо переносить, нажать не удается. Короче говоря, WordPress продолжает расти, вот, в направлении визуальной. Видишь, они Vimeo реальность здесь показывают? Да-да-да. Ну-ка, я попробую видеоиди. Нет, они даже не видят. Подожди, стоп, Source можно выбрать YouTube, вот я лох. Видишь, ну все. Зато Vimeo дефолтный. Мы реабилитировали их. Так они какие-то для хипстеров сделаны. Так, да ладно. Не-не, изначально не было похоже, что для хипстеров. Упс. Ну что-то, я же сменю, что YouTube. Save Settings. Ты, возможно, обновить всю страницу. Что ты хочешь? Я нажал сохранить. Может быть, это будет? Возможно, меня не дают менять все-таки, хотя это Playground. Нахрена, если меня не дают менять, я вообще это делаю. Ну, типа, можно будет, поэтому... Скорее всего, можно будет, хотя это позор, что у них так тупо все. Сколько, кстати, он стоит? 250 баксов, если вы хотите много сайтов. 130 за 3 сайта, за 5 сайтов 180. У нас сейчас все, конечно, сразу закрыли все это. Ну, а мы че? А мы как вам? Не получится по-другому. Зато, успокою вас, это только в год. Это, короче, знаешь, как это выглядело сейчас? Такой бесплатный, короче, пейдж-билдер. Все такие, о, маленькая рыбка, одна маленькая. И потом ее заглатывает, большая вместе с тобой заглатывает и съедает тебя просто вот это за 150 баксов. За 250. Да. В год. Но зато на следующий год 30% скидка, понимаешь? Сейчас должны вставить картинку, где китаец, из откуда он, из какого фильма. Бумажечку смотрит. Ну да, черт. Ну, который был в... Типа Мальчишника в Вегасе. Ну да, который был в Мальчишнике в Вегасе, я не помню, в этом фильме он бумажечку смотрит или нет, но вот да. Короче говоря, ну это крутая штука, че, ну они сделали бизнес, и они, мне кажется, что они бы, они же сначала сделали АЕСОП, чуть ли не год назад. У них можно поучиться бизнес-модели. Вот как чуваки, которые хотят что-нибудь придумать, вот это вот оно. Да, нихрена не придумали, но зато что-то сделали. Отвечаем на вопросы. Это был весь наш блог А сколько у нас минут? Можно просто поинтересоваться? Час, две минуты. Ну это ты, кстати, за я сейчас сказал, потому что мы же вырезать все равно будем там. Ну да, мы будем... Ну так мы и не скрывали, что мы будем вырезать. Явно вдруг скрывали. Так, а мне не то открыто. Давай на вопросы отмечай. Антон Яценюк шесть дней назад у нас спрашивает. Ну-ка. Цыка, 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 Антон Яценюк. Привет, мне хотелось бы узнать о ваших рабочих местах. Как организован ваш рабочий стол, расположение доп-монитора, мониторов? Может какое-то кресло какое-то крутое или стол с регулированием высоты и прочие модные дополнения? Угу. Пользуйтесь тачпадами на ноутбуках или мышкой? И другие рабочие мелочи, что вы используете для удобства своего рабочего места? Хотелось бы услышать в одном из подкастов скользь обсуждения на подобную тему. Спасибо. Угу. Спасибо за вопрос. Скользь обсуждаем. Давай. Начинай. Давай я могу начать. Короче, я достаточно... Если начать с инструментов, так скажем, ну в смысле с мышки там и так далее. Короче говоря, я достаточно по старикам сижу на мышке, но это возможно, как говорится, ты просто не умеешь их готовить. Возможно, я еще на нормальном тачпаде не сидел. То есть, возможно, если бы у меня был бы Mac, то я, может быть, уже и не смог сидеть на мышке вообще нигде. Потому что на других ноутбуках тачпады пока, ну как бы, как бы еще не сильно радуют. Никак надал XPS 13 последний. Я, кстати, вот это надо тоже пробовать. Может быть, они там тоже несовершенно сделали как-нибудь. Но они Force Touch-то там уже нет, понимаешь? Здесь же, когда его выпустили, они сказали, у нас теперь как у MacBook, а MacBook взяли и через месяц выпустили Force Touch. Короче, обскакивают, как обычно всех. В общем, я, вот, допустим, у Сани на Mac я пробовал тачпад, и он вообще хороший, мне нравится. Но у себя на ноутбуке я не очень могу, поэтому на мышке мне удобнее. Я на мышке сижу как на компьютере с национальным, так и на, короче, на ноутбуке. Вот. А по поводу сидения, ну, два монитора, это, ну, два монитора, как бы, ничего такого. А вот по поводу сидения, например, я вот не могу, если сидишь, вот, вот не могу сгорбленно сидеть и что-то думать. Точнее, я не могу откинуться. Вот если ты откинешься и начинаешь думать, у тебя, мне кажется, процессор не так соображает, если ты придвинешься, так скажем, к монитору. То есть, когда ты расслабленно сидишь, у тебя башка не так хорошо соображает, нежели, когда ты собрано сидишь как-то. Ну, это классика советов для фрилансера. Если хотите чуть-чуть, на маленькую шишечку, повысить свою продуктивность, одевайтесь, не сидите, не работайте в трусах, а сидите, работайте в нормальной одежде, но обуваться не обязательно, хотя бы в тапке обуйтесь, но на сидеть в штанах, там, в футболке, и будете более собрано себя чувствовать, чем нежели в трусах. Вот здесь, что касается посадки и подсадки, то обязательно, конечно, сидеть прямо, потому что это тоже просто настраивает на рабочий лад. Я думаю, здесь банально. Прямо и за столом? Это еще больше. Ну, очевидно, что за столом. Если ты сидишь с двумя мониторами, сидеть на кровати не очень. Да, в принципе, какая-то работа с ноутбуком на коленях, когда ты лежишь. Хотя я так тоже иногда работаю. Ну, то есть, можно что-то, но продуктивность, я уверен, что не будет, ну, как бы, стопроцентно. Ну, вообще, я так тебе скажу, я видел крутые хипстерские видео, вот, видимо, для тех людей, которые AESOP будут покупать. Там реально, они ставят себе столы с регулированием высоты. Ну, может быть. То есть, вообще, с точки зрения эргономики, так как должно быть в идеальном твоем офисе, где у тебя стаканчики из нержавейки, хорошая рожковая кофемашина с гипердавлением за 180 трубасов, так, ты ставишь себе ноутбук на подставочку, с него выводишь мышку и клавиатуру, вместо мышки может быть Magic Trackpad. То есть Magic Trackpad, он заменяет тот трекпад, который здесь, и если я буду себе покупать внешне, я возьму именно его, а не Magic Mouse. Нахрен бы она нужна была. Вот, ставим... А Genius какой-нибудь не будешь там? A4 Tech, да, утяжеленный, механический. Нет, не буду. Так вот, и ноутбук сбоку на подставке. Монитор у меня стоит даже дома на книжках, чтобы чуть-чуть повыше было для глаз, по сравнению с ноутбуком. Со столом, то есть? Ну да, да, по сравнению со столом. Иногда я телевизор сбоку подключаю, туда пускаю какую-нибудь дорожку, видео, и на нее посматриваю, если мне вдруг что-то надо. То есть технически на трех мониторах я иногда сижу, но для работы я это вообще не использую. Ну так вот, а регулировка высоты, она нужна для того, чтобы иногда стоя работать, чтобы тебя отдыхала там спина, вот это все. То есть ты прям будешь машиной для работы, если все вот это соблюдено. Да, согласен. Если иногда вставать, но продолжать, грубо говоря, на том же уровне у тебя, ну, тебе удобно смотреть в ноутбук, то, по-моему, это вообще прикольно. Хотя шея, наверное, тоже отваливается. Ну, я тебе так скажу, у меня шея отваливается, если ноутбук стоит ниже, вот чем этот монитор самый, а он у меня стоит ниже, у меня нет подставки, и внешней клавиатуры, и мышки. Угу. Когда я смотрю именно в ноутбук, я чуть-чуть шею вниз наклоняю, и она от этого болит. Потом. Когда смотрю в монитор, не болит. Но, как бы, мне нужно два экрана, и поэтому вот пока так. Ну вот. Дальше, давай перечитаем. Регулирование, модные дополнения. Какие еще у нас модные дополнения? Кружка с чаем? Это очень модное дополнение. Не, ну... Статуэтки Ганеши. Не, но кто-то... У меня шефа. Из Сауспарка. Кто-то эти используют, как их рисовать на которых. А, ну, вакомовский планшет, да, когда нужно, можно взять и порисовать, но он просто по правую руку еще правее там, чем трекпад. Девайсы, на которых тестить, например, там, телефоны, айпады, сгрудить. На грудь прям сгрудить? Да. Я, кстати, недавно расценивал вариант купить за 10 баксов на айпад-приложение, которое его превращает в еще один монитор. И вывести туда чатик просто. Ммм, это прикольно. Но зажлобился. То есть, в смысле, ты рядом с собой поставишь на такую подставочку, на смарт-кавер, ты поставишь себе айпад. Да, на смарт-кавер. И будешь смотреть в него чуть-чуть? Ну, посмотришь. почему же ослепнешь? Поставить поближе, прямо перед глазами? Ну, может быть. Да и, в принципе, там супер-ретийное разрешение, ты можешь хоть как там угодно. Короче, это было бы круто, но я зажлобил деньги, честно скажу, поэтому ну и так получилось. Малки-вонялки еще зажигать можно. Тоже. Для атмосферности. Это вообще сильно продуктивити. Ну, на ценовке еще спать после этого. Тогда точно шея никогда не будет уставать. Так, у нас еще один вопрос был, но он был, по-моему, с ВК. Ну-ка. Так, Антон Гицинюк же нам предлагает WPCLI. Да, Антон, это крутая штука, но мы про нее уже даже видос сняли. Да, посмотри на канале. Посмотри у нас на канале, поэтому да, отклонить. Мейн Лонер нам пишет о том, что у дубль Гиса, кроме Тарса, о которой мы обсуждали неделю назад, вышла штука Make Up. Мы ее обсудим через неделю. Это вам такой анонсик. И еще мы обсудим через неделю... А я забыл, что? Я хотел сказать, пока мы здесь были, и забыл. Ну, вообще, это мы и хотели обсудить. Понятно. Apple. Я что-то еще заново придумал. Ну, похрен. Значит, не обсудим. Давай, что-то... Был какой-то просто второй вопрос. Возможно, нет. На доске у нас не написано. Расскажем про подсказки. Многие заметили, что в двух-трех последних видосах у нас на YouTube, я, кстати, продемонстрирую. Так, это я вообще сейчас... Чья лента-то открыта? это юлуб дизайновская, да? Мои видео. Вот, например, вот в этом подкастике. У нас есть вот такая... Э, я вроде делал. Короче говоря, это можно, я так понимаю, делать с января, то, что сейчас... Да, это с января, но просто они же были здесь реально. Новая фича. Нет, здесь нету. А как так? Зачем на подкасте-то? Ну, открой обзор какой-нибудь. Сейчас открою. Слушатели на iTunes, скорее всего, уже отключились. Они в метро едут и уже доехали и хотят уйти. SVG спрайты, смотрите этот видос, вот здесь есть. Видите, здесь буква I сбоку. И она на некоторых моментах всплывает. Она у нас здесь всплывает на 45 секунде. Давай посмотрим. Она всплывает, как надпись. Вот, рекомендуем SVG в HTML из иллюстратора в браузер. То есть, сюда можно как шоу-ноутсы, вот те, которые мы там пишем, но только с видосами. То есть, видосы, которые вы упомянули, можно вот сюда вот так вкинуть и отсюда смотреть. Обязательно проверяйте подсказки из всех наших видео. Это крутая штука. Потому что, знаешь почему? Это вот наконец-то по-человечески сделано то, что писали в описании костыльно текстом. Э-э-э-э-э-э, ссылка такая. А тут нормально. Нормальным ютубовским способом. Но тут вещь только на видосы и на связанный сайт. Здесь нельзя на кучу левых сайтов сделать. да, да. Понимаешь? Но, но с другой стороны, это вот эти аннотации, которые у нас с тобой всплывают, чисто теоретически их можно упразднить, если бы они не были такими конверсионными по сравнению с этими подсказками. Вот эта штука, да, она очень скромная. Многие люди её не увидят просто. Но, понимаешь, с другой стороны, кто её не увидит, тому это нахрен не надо. Кто уже захотел посмотреть видосы, он будет искать, на какой же минуте это было там всплывающая хрень. А тут они всегда есть. И, кстати, про спрайты я сюда не добавил. Ну, короче говоря, новая фича, и она прикольная, мы её используем. Нажимайте. и будем её использовать дальше, поэтому обязательно нажимайте. Здесь вот есть пост на ютубике, где они пишут, что как работают подсказки, используйте их, круто и так далее. Это только у аккаунтов с хорошей репутацией доступно. Если у вас нет, у вас плохая репутация на ютубе. Мне кажется, с плохой репутацией даже видео нельзя постить. Не знаю, там, может быть, оставляют какие-то куски, но не партнёрку, ничего другого не дают. Поэтому, да. Нет, не будет следующего куска, поэтому я не могу сказать что-то другое, поэтому, да. Подписывайтесь на нас в других соцсетях, кроме ютуба. На ютубе тоже подписывайтесь в твиттере, в инстаграме, в фейсбуке, во вконтакте. И ставьте нам, пожалуйста, рейтинги в iTunes. Мы там в подкастах тоже есть, в аудио формате, если вы видео смотреть по какой-то причине не хотите. Так что, да, ждите новых от нас видосов и всем удачного дня. Пока. Поэтому, да.